Время правления царя Иоанна Васильевича Время правления царя Исидор во дворе барана заколол для пропитания ежедневного, а потом вместе с женой в поле на работы ушел. Сыновей они по обыкновению дома оставили без всякого пригляду. Мальчики видели, как отец барана резал, и, подумав, что это игра такая, тоже решили позабавиться. Без задних помыслов да по неразумию своему Иоанн ударил палкой по голове младшего брата, а тот и упал замертво. Увидев, что случилось, Иоанн испугался, да не зная, что делать ему, спрятался, как младенец, в печи за дровами. Вернувшись вечером, родители увидали на дворе мертвого младшего сына и впали в горе великое. А вечерком, чуть успокоясь, Варвара затопила печь, не ведая даже, что за дровами скрывается второй сын ее. Лишь когда дрова в печи прогорели, Варвара увидела там Иоанна, мертвого, но совершенно невредимого от огня. Так, Всеблагой Господь, зная незлобие и невинность сих младенцев, восхотел в них прославить имя свое, почтив нетлением нескверные и непорочные тела их и сопричислив их к лику святых своих, одного как неповинно убитого, а другого, как принявшего за убийство мученическую от огня кончину. Чудо это разнеслось далеко по округе. Все дивились и славили Бога, а родители, оплакав сыновей своих, похоронили их по христианскому обычаю. И уже очень скоро блаженные младенцы стали являть людям многочисленные чудеса, а мощи их и поныне остаются невредимыми. Седьмое июля. День памяти праведных отроков Иакова Иоанна Менюшских. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...